Доброе утро всем! Настала пора хорошего завтрака! Сегодня мы будем готовить питательный завтрак, как обычно. В общем, это уже по хорошей традиции. В нашей студии замечательный повар Андрей Сальников. Андрей, доброе утро! Доброе утро! А какой же питательный завтрак мы сегодня приготовим? Сегодня мы будем готовить английское такое блюдо, называется яичный скрамбл. А если простым русским языком? Ну, можно перевести это как яичница, может быть, болтунья, но просто суть вообще в названии, в приготовлении. Ага, то есть какая-то специфика все-таки есть. Яичный скрамбл. Ладно, давайте готовить. Какие ингредиенты нам понадобятся? Яйца, сливки жирные желательно. Можно также, конечно, заменить их на другие, но, опять же, главное, какую-то суть оставить в рецепте, а остальное можно что-то поменять. Сливочное масло для нежной текстуры. Еще, это самая главная часть, то есть остальное уже остается таким заменяемым. То есть можно заменить вот зелень, мы выбрали сегодня шпинат молодой, и семена, собственно, выращенные пожитника. Так, ну, начнем, наверное, со смешивания всей смеси. Да, давайте. Так, в общем, желательно, конечно, чтобы посуда была сухая, протрем немножко, ту, в которой будем готовить. Так. Яйца вообще очень такой удивительный продукт, с ними можно много интересного сделать. У них... А, давайте тогда с вами поучаствовать. Максимус готовит. То есть. Ну, я тоже, конечно, буду принимать участие. У меня, знаете, какая есть для вас интересная байка, оказывается? У англичан есть анекдот о том, как была создана песня всех времен и народов, которая называется Yesterday. Вроде бы как одним днем поутру Пол Маккартни готовил как раз-таки яйца скрамбл, которые мы с вами сегодня делаем в нашей студии, и напевал себе тихонько под нос. Скрэмбл дэкс. Та-та-та-та-та-та-та. Скрэмбл дэкс. И потом якобы уже они переначали это въезд, и вот отсюда и появилась песня. Не знаю, правда это или нет, но, тем не менее, такая история существует. Так, такой мягкой лопаточкой. То есть, смотрите, я сейчас объясню свои действия. Не нужно его взбивать в яйцо. Сильно, так. Нужно только слегка перемешать. Мы сейчас разобьем просто желтки, вот если видно это. Так, видно, конечно. Солить тоже лучше не стоит, потому что, ну, это повлияет на текстуру, можно потом посолить. Но, в принципе, вкус будет достаточно нежный. Какие-то вкуси. Так, сейчас возьмем немножко сливочного масла. То есть, смотрите, мы на одну порцию примерно берем три яйца куриных, ну, средних, среднего размера. Сейчас я воспользуюсь ножом. Своим уникальным инструментом. То есть... Кусочек масла. Кусочек, наверное, даже вот на несколько его поделить. То есть масло нужно для того, чтобы оно пока в процессе приготовления расслаивалось вся эта масса и получалась такая нежная текстура. Я думала, мы сковородку будем бросать, а оказывается, прямо сюда. То есть добавим еще сюда сливок, и у нас будет уже готова эта заготовочка. Ничего себе доволен. Суть вообще приготовления этого в том, что мы выливаем на слегка разогретую сковородку нашу смесь. И уже потом лопаточкой можно, конечно, деревянно пробовать. Но если у вас есть селиконовая, сейчас много где продается, можно и лучше, удобнее. То есть мы... Аккуратно. Если только начинает схватываться яйцо, мы сразу же его переворачиваем со всех сторон потихоньку. И таким образом у нас получается, что оно все приготовляется и... Вот давайте мы это будем смотреть. Значит, сейчас нам нужно добавить сливки. Вот это я поняла. Лучше самые жирные, нам сказали. Ну да, лучше не то, чтобы самые жирные. 33-35% максимально для вообще приготовления горячих блюдов, какие-то соусов. То есть, ну по количеству, смотрите, я вот на глаз все делаю. Ну, примерно, я вам так скажу, что сколько я положил, чтобы вы уже, чтобы вы гости, ну, зрители все ориентировались. Так, то есть тут примерно внутри яйца это где-то 20 грамм сливочного масла и где-то 2 столовые ложки сливочного. Я уже так тоже увидел 2 столовые ложки. Опять же, силиконовая лопаточка мы не взбиваем, а просто перемешиваем. Аккуратненько, да. Просто слегка так перемешиваем. Столовую ложку масла. Так, сейчас, позвольте, я посмотрю, насколько она накалилась. Сковороду лучше, конечно, использовать с покрытием каким-то, ну, вот конкретно для этого рецепта вообще. Уровень, мне кажется, мастерства повара зависит от того, на какой сковороде он готовит. То есть можно на стальной сковороде идеальных результатов добиться. Но это уже нужно сноровку и неопытку. Ну, это нужно уметь, конечно. Итак, скрэмбл. С покрытием скрэмбл. Скрэмбл. Так, ну что, начинаем выливать. Начинаем выливать. Яичница со сливочным маслом, но внутри. Так. Все это оставляем в сторону. А вот теперь мастер-класс. И вот как раз-таки. И сейчас уже начинаем. То есть, если вы чувствуете, что у вас начало, может быть, как-то схватываться быстро, лучше поднять. То есть, мы сейчас все это начинаем собирать, все эти слои. Понятно, что условие-то, что сковорода была не накалена, чтобы она не схватилась намертво. Да, да, да. Вы можете регулировать уже в процессе приготовления. И, то есть, смотрите, если вы видите, что кусочки сливочного масла, они растаивают в процессе вообще приготовления, и что дает еще более нежную текстуру. То есть, вообще, это, конечно, такой деликатный рецепт и очень нежный. А ты быстро достаточно. Ну да. То есть, смотрите, получается, что за счет этой нежной текстуры он, к сожалению, остывает очень быстро. Поэтому лучше всего, конечно, сразу приступать к завтраку. Готовить это прямо все за столом на завтрак. Да, можно так демонстративно со всеми мешать. А на какой стадии мы будем добавлять шпинат, Андрей? Так, шпинат он просто оформлен. Сам концепт. Он, как бы, достаточно тоже нейтральный вкус имеет. А лопаточка удобная вот так. Так, выложим все в формочку. Вот уже, по-моему, готово. То есть, когда схватится, можете поинтенсивно немножко помешать, попробовать. Покатать его по сковороде в скрэмбл. Скрэмбл, от слова скребок. Теперь я понял. Итак, сейчас я все выложу через формочку, немножко схватится и уберем ее. Это уже для придания формы содержанию. Ну да, можно, в принципе, и так подать. То есть, в зависимости от того, какой у вас вариант. Равномерно просто, чтобы было. Так, ну то есть, элементы тоже, элементы зелени, элементы какого-то дополнительного вкуса, масла. Шпинат нужно резать? Можно тоже. Нет, не нужно. То есть, зачем? Лучше все в таком первозданном виде. Дорогие друзья, берем свежий шпинат. Свежий молодой шпинат. Ну, если у вас, конечно, какая-то другая зелень есть и больше нравится, то можно использовать что-то другое. И вот эту штучку проросли. Вот видите, он немножко схватился и убрали в формочку. Я сегодня выбрал кунжутное масло. Достаточно такое ароматное. Сейчас немножко польем. Ой, как здорово. Для аромата. Итак, друзья, смотрите, готово наконец-то наше блюдо сегодняшнее. Scramble eggs, либо можно называть скрамбл его. Говорим спасибо огромное. Повару, который сегодня приходил в нашу студию, Андрею Сальникову, спасибо прибольшущее за этот замечательный рецепт. Будем сейчас пробовать, а у нас и далее на очереди Максим. Дорогие друзья, мы сейчас узнаем, что же интересного и нового происходит в Свердловской области. И в городе Екатеринбурге впереди афиша.